Стоит человек, который осуществляет деятельность в профессиональном боксе, достаточно заметную, является соорганизатором ряда профессиональных боксерских вечеров на территории, кстати говоря, и Латвии, и в Испании также был вечер боксов, где Евгений Городович выступал. Ну что ж, первый раунд, бой запланирован на шесть. Замик Атакишиев в бело-синих шортах, но его соперник Виктор Чварков в шортах красных. У Атакишиева, кстати, прозвище Атака, он любит, и вот уже с первого же практически мгновения первого раунда Чварков оказывается в нокдауне. Так что Атакишиев любит работать первым номером, стремится всегда идти вперед и очень жестко давит своих соперников всегда. Да, с Гончаровым он в первом же раунде разобрался очень уверенно, причем Гончаров у него непосредственно на профессиональном ринге не такой обширный опыт, до этого всего семь боев было, но он в свое время был спарринг-партнером и Дениса Лебедева, и Александра Поветкина. И Сергея Харитонова, кстати, тоже. Да, в том числе. Так что, в принципе, да, как бы есть у него определенный опыт, но вот Атакишиев с ним разобрался просто вот в одну калитку. Буквально смел с рингой, очень тяжелое поражение для Гончарова. Вот посмотрим, как в этом поединке Атакишиев себя проявит. Ну и к регалиям Чуварковым можно, кстати, отнести еще бронзу в 2002 году на чемпионате мира среди представителей до 16 лет, также бронзу у него в 2008 году на чемпионате мира среди юниоров. Вот, а также был он в одной любительской команде с известным сейчас белорусским боксером Сергеем Рабченко. И в любителях, кроме того, еще дрался он против российского боксера Дениса Бойцова, который сейчас ввиду всем известных нам трагических событий карьеру положить не может. Так что у Чуваркова, в принципе, любительский опыт довольно-таки неплохой, но вот с профессиональным пока нестабильно. Здесь, наверное, даже слишком мало боев он провел, чтобы вообще, в принципе, о чем-то говорить. Но для Атакишиева, наверное, есть определенный такой момент, от чего можно отталкиваться. Потому что Евгений Романов в своем дебютном поединке на профи-ринге в третьем раунде разобрался с Виктором Чуварковым. Вот посмотрим, как Атакишиев будет себя чувствовать. Потому что против Гончарова, да, мы увидели, он его буквально снес с ринга, но это было в первом раунде. А вот как дальше по дистанции себя будет чувствовать Атакишиев, мы пока не знаем. Ну и, кстати говоря, возвращаясь к поединку между Чуварковым и Романовым, нельзя сказать, что Романов как-то вот так сразу нашел ключи. То есть ему потребовалось определенное время, чтобы все-таки приноровиться к своему сопернику. Ну, там, да, довольно-таки удачно попал, и Чуварков, конечно, бой продолжать не смог, но там вопрос, насколько обдуманно и просчитанно было то техническое действие. Хороший левый боковой. А, красивый эпизод, точно в подбородок пропустил эту атаку Чуварков. Но поднялся, и причем нельзя сказать, что он выглядел прям уж очень таким потрясенным. Гончаров вот после похожих ударов был в более таком тяжелом и неприятном положении. Вторая трехминутка, бой запланирован на шесть раундов, супертяжелый вес. Сейчас за миг это Кишиев, в белых шортах с синими полосами. Ну, а соперник Виктор Чуварков, шорты красные. Заметно, что Виктор повыше, будет стараться, возможно, работать с дистанцией, не подпускать этой Кишиевой к себе. Но мы знаем, что уже вот сейчас неплохо длинными ударами. Попытался разбить Чуварков в защиту своего соперника. Но вот мы как раз знаем, что с дистанцией с кикбоксерами не так легко работать, потому что они к этой дистанции привычны. Ну, а говоря о росте, метр девяносто у Чуваркова и метр восемьдесят пять у Атакишиева. То есть, ну, разница она такая. Нельзя сказать, что она уж прям большая, но она есть. Но по картинке как-то кажется более существенной. Да, по картинке действительно кажется более существенной. Но опять же, да, мы знаем, что вот официальные данные роста, они, в общем, иногда не соответствуют действительности и могут даже меняться. Потом вот заходишь в профиль, а уже там другие данные у боксера стоят. Подрос или укоротился? Да, ну, вот Дмитрий Пирог в течение своей профессиональной карьеры на пять сантиметров убавил в росте. Был изначально метр восемьдесят пять, но потом уже мы постепенно пришли к метр восемьдесят. С возрастом усох. Межпозвоночные диски стали менее широкими. Нет, ну это, конечно, все шутки, но да, с точки зрения официальных данных иногда есть сложности. Особенно боксеры, которые только начинают свой путь на проферинге, не всегда удается раздобыть точные данные. Снизили во втором раунде спортсмены чуть-чуть активность. Первый раунд так много выбрасывали ударов, сейчас пришли к позиционной борьбе. Каждый старается найти какую-то брешь в обороне и выбросить туда свой удар. Ну и Атакишиев предпочитает во многом работать как раз боковыми со средней и с ближней дистанции. Понимает, что они у него достаточно мощные для того, чтобы повредить своего соперника. Виктор довольно-таки спокойно отстреливается пока прямыми ударами, старается работать как раз издали. Но, конечно, для Виктора надо потяжелее удары выбрасывать, потому что просто легко набрасывая их по блоку, атакишиев ввиду своей мощи и опыта. И так, дорогие друзья, ваши аплодисменты бойца сложности не испытает. Великолепный финальный бой сегодняшней программы. В нем появилась интрига, да еще какая. Итак, дорогие друзья, напоминаю, в синем углу ринга Виктор Чварков. Белоруссия, ваши аплодисменты, поддержим боксер. Виктор Чварков и в красном углу ринга за миг Атакишиев в город Баку, Азербайджан. За мигу 30 лет, рост 1 метр 86 сантиметров, вес 100 килограммов 400 граммов. Профессиональное достижение, один бой, одна победа, одна победа нокаутом, ничьих поражений не имеет. За миг Атакишиев в красный угол ринга. Культурно-развлекательный центр, матч-поинт, зал бокса, Талфайт, империя спорта. Третий раунд. Здесь по первым двум раундам можно сказать, что Виктор Чварков выбрасывает достаточно ударов. Он неплохо перекрывается блоком и работает на ногах в той мере для того, чтобы сопернику не удавалось подбираться и наносить тяжелый удар. То есть вот эти все три компонента, работа на ногах, хорошая работа блоком и, соответственно, встречные удары. Все это не позволяет его сопернику так свободно подходить и проводить свои атаки. Ну, также, учитывая, что за миг в основном предпочитает действовать боковыми, круговыми ударами, здесь, конечно, Виктор с дистанцией чувствует себя более вольготно и спокойно. Вот сейчас хорошо навстречу, прям-таки левый прямой выбросил Виктор и за миг на него наткнулся. Но, правда, Виктору, возможно, стоило бы еще... Он сейчас неплохо нащупывает свой удар, но, правда, его не нанес. На отходе еще против боксера стиля Атакишеева можно неплохо действовать. Просто на отходе выставлять или выбрасывать руки, и очень часто боксер, идущий постоянно вперед, на них натыкается. То есть там особо и делать ничего не надо, он сам на них попадает, соперник. А за миг, конечно, не стоит застаиваться. Ему надо постоянно двигаться и поджимать соперника, потому что с его короткими рычагами ему, конечно, на ближней дистанции само оно работать, как раз с теми круговыми ударами, которыми он очень здорово наносит. Ну, а, соответственно, с дальней дистанции соперник просто будет его расстреливать. Да, если он будет стоять, то да, то как раз очень такая удобная неподвижная мишень. Еще здесь тоже наследие кикбоксинга. Видно, что у Атакишеева пока еще работа с относительно прямых ног ведется. То есть центр тяжести высоко находится. Отлично! Ну-ну-ну-ну! Грузи-грузи-грузи! Хорошо! Хорошо! И половина боя у нас позади. Ну, по повтору сейчас видно, что он не очень доволен тем, как провел этот раунд Виктор Чварков. Хотя, лично, на мой взгляд, довольно-таки неплох был именно в третьей трехминутке. Атакишеев шестираундовый поединок. Матч-поинт. Новый Арбат 21. Зал бокса Таффайт. Новый Арбат 21. Промоутерская компания. Империя спорта. Ну и вот, как только Атакишеев начал работать корпусом, смещаться по сторонам, уже не так легко Виктору стало по нему попадать. Потому что еще есть вот маленькая ошибка у Атакишеева. Очень прямолинейно уж он идет вперед, старается атаковать, любыми способами достать своего соперника. Но иногда стоит проявить чуть больше боксерской хитрости и, может быть, ударить, смещаясь в сторону. Потому что уже четвертый раунд, так или иначе усталость накапливается и не так быстро можно стартовать по прямой траектории, как это получалось до этого. Указал рефери на то, что повыше стоит наносить удары, увлекся чуть-чуть за миг Атакишеев. Неплохо перевел с головы на корпус, но потом уже низко удар приземлился. Виктор Чуварков, кстати, у него вот этот вот правый удар, он идет не по прямой траектории, а так немножко сверху вниз, обходит руку. Но зацепил сейчас и гонит белорусский угол своего боксера вперед. Да, первый удар в висок пришелся и показалось, что немножко так завис на долю секунды Атакишеев. Потом еще один удар туда же пришелся и угол почувствовал, что соперник прочувствовал эти удары, соответственно, и начал подгонять. Попробовать, может быть, развить этот успех. Но пришел в себя Атакишеев, хотя видно, что уже подустал. Все-таки не привык он в таком стиле работать. Нужно перестраиваться. Ну вот сейчас вжал в канаты, выбросил хороший такой правый боковой. Увесистый у него достаточно удары, но стало ощутимо меньше. Свой последний бой в рамках кикбоксинга, который Атакишеев провел в мае 2015 года. Ну, все эти бои, соответственно, у него, ну, последние, во всяком случае, начиная с 2011 года, были трехраундовыми. Три раунда по три минуты. Ну, стандартной кикбоксерской дистанции. Да, и вот, по сути, длинные дистанции, да, вот четвертый раунд, в общем, для него это, ну, в принципе, немножко вновидно. Ну вот, взорвал сейчас Чварков. Услышал угол, который ему кричал. Ну и видно, что, конечно, и Виктор устал. Потому что удары у него такие сдвоенные, стройные, но, тем не менее, между ними очень большое расстояние. То есть есть возможность у соперника под них подстроиться. Итак, дорогие друзья, тяжелый вес за миг атаки жив в красном углу у ринга. И Виктор Чварков в синий угол ринга. Сегодняшнюю программу представляет вашему вниманию культурно-развлекательный центр... Ну, вот как раз вот эти удары сверху чуть-чуть. Да, и причем первый даже был в подбородок, на самом деле, а вот второй уже в висок. И вот теперь левый боковой. Вот еще раз, раз за разом нам его повторяют. Ну, как раз вот, да, у Виктора прямой удар по такой траектории чуть-чуть округло идет. Ну, что ж, две трети поединка позади. Остается два раунда. Ну, и стоит обратить внимание, что заряжены боксеры здесь на одиночный удар. Очень мощный, но, правда, побочным эффектом тем является, что, несмотря на всю его мощь, чаще всего такой удар нанести не получается. Он становится очень видным. И когда боксер заряжается на один удар, он, ну, скажем так, выжигает лишние силы по себе, которые стоит растянуть на бой подальше. Увлекся Атекишиев. Опять показал рефери, что выше надо наносить удары. Ну, и, кстати говоря, я напомню, что на 20-й секунде первого раунда Атекишиев отправил соперника в нокдаун. Но с тех пор нет ни намека на то, чтобы хотя бы потрясти Чваркова. Не говоря о том, чтобы уже отправить на настил. То есть бой такой с переменным успехом и в ту и в другую сторону можно посчитать. Ну, да, здесь есть раунды. В принципе, вот, ну, как-то я пока лично яркого преимущества одного или другого пока не вижу. Да, вполне возможно, что после двух раундов счет может быть 2-2. Но здесь нужно понимать, что у Атекишиева есть преимущество вот этого одного очка за счет нокдауна. То есть, если, например, действительно счет сейчас 2-2 по раундам, то в любом случае Атекишиев будет лидировать. Потому что счет будет не 38-38, а 38-37. Потому что с Чваркова снимут вот это очко за нокдаун в первом раунде. Ну, сейчас был неплохой эпизод в исполнении Атекишиева. Опять вжал он Виктора в канаты и пробил там в область селезенки. Разбоковой удар. Ну, отпустил. Опять в очередной раз. Ну, сейчас, смотрите, уже Виктор просто набрасывает легкие удары снизу. И Атекишиев все принял в голову. Конечно, за счет очень хорошей способности держать удары и того, что удары пока не настолько плотные. А Атекишиев показывает неплохой бокс и стоит на ринге без падения. Но очень замедлился. Видно, что за мигу достаточно сложно сейчас. Ну, сейчас, когда близко к камере были боксеры, слышно, как тяжело дышат. Но остается совсем чуть-чуть. Вот 15 секунд в этом раунде и потом заключительный раунд. Финальный рывок обоим нужно совершить. И вполне возможно, что и тот, и другой еще могут выиграть этот бой. Хотя вот пятый раунд, да, остался, на мой взгляд, за Атекишиеву. И финального шестого раунда Виктор Чварков в синем углу ринга. Город Гомель, Беларусь. 31 год, боксер, рост 1 метр 90 сантиметров, вес 99 килограммов, 500 граммов. Два боя, одна победа, одно поражение ничьих не имеет. Виктор Чварков в синем углу ринга. В красном углу ринга, за миг Атекишиев. Город Баку, Азербайджан. Ну вот как раз эпизод сейчас у канатов. Сейчас будет правый боковой. Не показали. Одна победа, одна победа нокаута. Ничьих поражений не имеет. За миг Атекиши, красный угол ринга. Финальный шестой раунд. Ну что ж, заключительную трехминутку нам предстоит увидеть. Это главный бой вечера, который организован империей спорта в Москве на арене Матчпоинт. И все так же за миг Атекишиев идет вперед, старается подавить своего соперника. Даже в концовке этого поединка. Не отступает он от своего стиля, от своего плана на бой. И вот слышим мы, как советует угол Виктору набрасывать более частые удары. Полегче, не затачиваться на один удар. Но тут как раз все эти эпизоды мы отмечали в предыдущих раундах. Стал пропускать Виктор за мига на ближнюю дистанцию. И за мига тут же появились очень хорошие эпизоды по ходу этого раунда. Так вот на расстоянии перчатки он уже несколько раз достал челюсть Виктора. Зацепил еще раз. В туловище здорово таки Шиев атакует. Аж отбросило Чуваркова от этого удара. Мне кажется, тут уже и усталость влияет, потому что видно, что вымотаны оба боксера. Тут уже на зубах, что называется, надо дотянуть. Последние минуты 10. Потому что, конечно, с таким количеством пропущенных ударов и в ту, и в другую сторону, будь боксеры чуть посвежее, тут все могло бы выглядеть более драматично и жестко. Но опять же не будем забывать, что для Татишиева это всего второй бой на профессиональном ринге. Но для Чуваркова третий. Потому что опыта этих боксеров не так много. Но единственное, конечно, опять же, Татишиев в кикбоксинге провел три десятка боев. В общем, с опытными соперниками встречался. Обоюдный удар по корпусу. Айч Варков перед этим так вздохнул глубоко перед ударом и выбросил его. Последние 10 секунд. Кто их заберет? Но здесь, конечно, не стали активизироваться спортсмены. Была попытка. Кто заберет? Никто. Да, и бой завершен. Что ж, повторяет нам эпизоды финального раунда. Нам остается услышать судейское решение. Кто же одержал победу. Дорогие друзья, решение судейской коллеги. Боксеры в центр ринга. Довольно спокойно сейчас в углу и одного, и второго боксера. Пока никто так не радуется. Все ждут, что скажут судьи. Дамы и господа, победу в шестирамдовом поединке единогласным решением судей одержал Замик Атакешиев. Замик Атакешиев одерживает победу. Вторую для себя на профессиональном ринге. Но вечер бокса наш подошел к концу. Для вас работали Григорий Стангрид и Роман Гришин. Хороших вам боев. Всего доброго.